Динамо В целом, было, конечно, здорово. Я благодарен тому, что я здесь. Я впечатлен и местными болельщиками, и уровнем игры. Здесь все быстрее, а игроки мощнее. К этому надо привыкнуть, потому что уровень моей предыдущей команды был немного другим. Поэтому мне нужна практика, и мы наладим взаимодействие с партнерами. Игра, в которой команда уступила 0-3, вряд ли оставила положительные эмоции. Но Паяк не зацикливается и в целом видит много позитива. Времени мало, зато желания предостаточно. Да, Динамо – это крутой клуб. Отличный персонал, прекрасная атмосфера, и у меня пока нет больших сложностей с адаптацией. Встретили хорошо, жаловаться не на что. Ребята помогают во всем, и это позволяет нам смотреть в одном направлении. Думаю, мы сработаемся и покажем хороший волейбол. Польскому легионеру Кжегошу Паяку 31 год, и он уже довольно опытный связующий. Но для этого амплуа – опыт только плюс. Возможно, именно он поможет ему быстрее освоиться на площадке. Обычно на это уходит не очень много времени. Основная сложность – это наладить игровые связи с центральными блокирующими. Каждая из них со своей манерой, она отличается от тех ребят, с которыми я играл до этого. Илья, например, любит повыше. Дима и Володя предпочитают иной стиль, как и Алексей, кстати. Мне нужно немного времени, чтобы почувствовать все это, и мои руки привыкнут. А в остальном у нас виден большой потенциал, будем работать. Также Паяк обладает неплохой силовой подачей. Это он показал в Нижневартовске, где выдал солидную серию, выбивая принимающий в концовке одного из сетов. Но все равно главное – это, конечно же, взаимопонимание. А вот достаточно ли двух матчей, чтобы заиграть в свой лучший волейбол – это, конечно, вряд ли. Но Гжегаш в отличной форме и чувствует себя на своем месте. Остается только напомнить, что игра Кузбасса и Динамо начнется в 12 часов дня по московскому времени. Будем следить за ходом матча и обязательно расскажем о главных событиях этой встречи. Редактор субтитров А.Семкин